приветствую всех уважаемые трейдеры на рынках капитал у нас наблюдается некоторый позитив фондовые индексы такие как s&p даx ртс и nasdaq подрастают нефть двигается к отметке в 67 с половиной долларов за баррель на информации о на вчерашней информации по более сильному сокращению запасов нефти в сша сегодня возможно эта информация будет подтверждена от министерства энергетической информации в 1730 по москве обычным фактором для нефти также выступает ситуация неоднозначно венесуэле вчера туда прибыло два самолета с российскими специалистами по кибербезопасности а сша естественно обвиняют россию в провокации вот помимо этого сегодня была приостановлена работа крупнейшего экспортного нефтяного хабака через который проходило порядка 700 тысяч баррелей нефти в сутки поэтому в принципе оба фактора являются обычами нефть движется к отметке наверное 69 70 долларов на текущий момент главное при открытии длинных позиций учитывать то что со стороны трампа в любой момент может последовать информация касательно того что он не удовлетворен текущими ценами потому что они слишком высокие в принципе в принципе отметка 60 до 70 вот в этом канале она устраивает всех игроков однако здесь надо учитывать следующий фактор то что саудовская аравия вводит ограничения венесуэла тоже их вводит но без особого желания просто и приходится виду экономической политической ситуации и сша так как они очень сильно наращивают добычу в принципе вот царевая экспансия вероятно со стороны америки будет продолжаться и таким образом она компенсирует вот этот вот ограничение который вводит эти два игрока на рынок заливая свою собственную нефть на мировую арену поэтому здесь мы можем ожидать с вами рост вот в сторону опять же 70 долларов за баррель но чем выше будет подрастать нефть тем больше вероятность того что мы последуют какие-то вербальные интервенции которые позволят нефти пойти вниз потому что для экономики сша на данный момент ввиду того что они стали экспортировать огромным количеством нефти высокие цены на крепкий доллар и высокие цены на нефть являются негативным фактором так трехмесячные бонды обогнали по доходности десятилетки бонды являются наиболее безопасными финансовыми активами безопасными естественно в кавычках тем не менее это государственный долг сша данная ситуация нам дает понять что сейчас инвесторы с осторожностью относятся к долгосрочным инвестициям в американский долг и вот это вот инверсия трехмесячных бондов и десятилеток может означать о том что ситуация является для крупных инвесторов для хедж фондов довольно таки опасный и дает некоторые сигналы к рецессии по крайней мере подобные версии проходили тогда когда рынок очень сильно трясло и соответственно было 2007 году в девяносто восьмом году каждый экономический кризис сопровождался тем что инвесторы выходили из длинных денег в более короткие следим за ситуацией внимательно наблюдаем за движением на фондовых индексов потому что для них это является очевидным медвежим фактором соответственно центробанк новозеландии оставил ставку без изменений на уровне 1,75 процента с пояснением о том что мировая экономика замедляется увеличил свои прогнозы касательно дальнейшего ее ухудшения нзд usd упал ровно на 100 пунктов до отметки в 0 68 благоприятная точка для покупки пары но с коротким стопом котировки сейчас находится на нижней границе канала с осени прошлого года если цена пробьет данную границу до 67 где-то 70 есть смысл рассмотреть продажи ну либо открываться ордером на пробой на момент этой записи сейчас в европе проходит пресс-конференция марио драги с последующими выступлениями руководящего состава главного европейского банка по евро доллару преимущественно также смотрю в направлении продаж сейчас пара находится ровно посередине годового нисходящего ренджа и двигается к отметке в 1 1180 но первый конечно пункт это 1.12 но здесь надо учитывать что по мере хода выступления если будет какая-то позитивная риторика мы можем увидеть отскок в сторону повышения по евро доллару однако я здесь все равно скорее бы рассматривал возможность для продажи золото у нас также на момент записи находится на нижней границе канала на мой взгляд имеет смысл рассмотреть покупки в направлении там 1320 долларов за тройскую унцию ситуация довольно напряженная в венесуэле не до конца понятно понятно развитие конфликта между индией и пакистаном нету прогресса очевидного в переговорах между сша и китаем и в принципе довольно нервозное настроение на рынках на викс индекс волатильности тоже подрастает сейчас он немножко откатился назад на пятницу мы видели довольно нервные движения я хотел бы отметить что вот на прошлой неделе по вот индексу волатильности индексу страха как его еще называют были максимальные объемы то есть огромное количество контрактов цена менялась но не настолько сильно тем не менее активность к этому инструменту очевидно у инвесторов становится все более и более сильной это может для нас быть опережающим фактором того что какие-то изменения будут и что инвесторы с осторожностью относятся ну к тому что происходит в принципе в экономике напоминаю что через полторы недели у нас на стартует сезон отчетности по американским компаниям это будет довольно интересно ввиду того что трампу необходимо поддержать фондовый рынок он уже привлек фрс к этой работе которая сильно изменила свою монетарную политику да несмотря на все заявления в течение там последнего полугодия поэтому ждем публикаций вчера кстати говоря было проходило совещание в сша касается руководителями ведущих компаний которые предоставляют индекс снп или dow jones где оно оно было посвящено теме байбеков то есть это выкупа компаниями собственных бумаг потому что когда президент сша вел налоговые сократил налоги до для компаний практически в два раза вот этот свободный кэш компании может отправить либо на выплату дивидендов либо на выкуп собственных бумаг ну либо на развитие производства да ну что делают не все компании соответственно мы видим с вами что фондовый рынке растут очень сильно выросли сильно в принципе после вот этих налоговых изменений но теперь как бы ситуация под большим вопросом ввиду того что производство не увеличивается балтийский индекс показывает довольно серьезное снижение то есть поставки в море по всему миру очень сильно сократились и сокращать продолжают сокращаться последние полгода все это может свидетельствовать о том что спрос мире падает и соответственно все компании которые просто подстегивали собственную капитализацию вливанием денег в собственной акции как бы все это может закончить закончится не очень хорошо плюс свободного кэша становится меньше и вот то что было на вчерашнем заседании вероятно я думаю как-то изменит ситуацию причем возможно это будет все-таки в бычьем направлении почему потому что у трампа через год будут проходить выборы падение фондовых индексов будет довольно значительным минусом для президента поэтому мы видим с вами что у него такой предпринимательский подход к ведению политики это касается ситуации с саудовской аравии это касается ситуации с фрс да как он влияет на паула здесь мы тоже можем ожидать что будет какая-то новая политика по компании которая позволит им дальше еще там подстегнуть вот эти вот последние сделать последний рывок для снпи да и для всей американской экономики поэтому ждем публикаций соответственно всем желаю успешной торговли и спасибо за внимание